Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Красная книга Ненецкого автономного округа готовится к переизданию. Пробный экземпляр уже готов. В новом издании совы станут редкими краснокнижными птицами, а Орлан Белохвост в связи с восстановлением популяции потеряет этот статус. В Ненецком округе, как и по всей стране, продолжается акция «Сад памяти» в честь погибших во время Великой Отечественной войны советских солдат и мирного населения. В Нарьинмаре презентовали энциклопедию Ненецкого округа. Издание получилось поистине народным. В его составлении приняли участие более 160 авторов и 20 ученых. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. До конца октября в сельские поселения Ненецкого округа доставят модульные фельдшерские здравпункты. Закупка и установка производится в рамках нацпроекта здравоохранения. Последний сборный модуль для поселка Бугрино отправится из Архангельска в середине месяца. 11 ФЗП доставлено в населенные пункты. Из них у нас 5 смонтированы. У 4 проходит сейчас монтаж. 2 фельдшерских здравпунктов. Мы ждем до отрицательных температур, чтобы можно было перетрать их через ручьи. И последний ФЗП будет отгружен в порту Лохангельска 15 октября. Новые фельдшерские здравпункты появятся в поселках Выучейский, Бугрино, Амдерма, Хангурей, Варник и деревнях Щелино, Чижа, Верхняя Пеша, Волоковая, Андик, Каменка и Лабожская. Кроме установки согласно техническому заданию, все здравпункты подрядчики должны обеспечить пантусами, выполнить устройство тротуаров и металлического ограждения по периметру с воротами и калиткой, а также площадки для размещения контейнеров твердых бытовых отходов. Новые здравпункты закуплены в рамках реализации мероприятия создания и замены фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. Регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, национального проекта здравоохранения. Финансирование контрактов осуществляется из федерального и окружного бюджетов. В районе школы номер 3 прошло профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». На оживленном участке возле школы и детского сада инспекторы ГИБДД контролировали движение и наблюдали за тем, соблюдают ли правила дорожного движения водители и пешеходы. С началом учебного года в окружную госавтоинспекцию стали поступать жалобы от жителей микрорайона авиаторов на несоблюдение правил дорожного движения водителями. Общественный совет при ОМВД России по Ненецкому округу совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Водитель-пешеход» в оживленной зоне. Цель нашего мероприятия – призвать водителей, родителей, которые перевозят своих детей, соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. На сегодняшний день на территории округа уже у нас зарегистрировано 5 происшествий, у которых 5 детей пострадало. Это у нас в 4 происшествиях наезд на пешехода, где дети, будучи пешеходом, пострадали, и один у нас велосипедист. В рамках профилактического мероприятия было составлено 6 административных материалов, 5 из которых касаются несоблюдения правил перевозки детей в автомобиле. Данная акция будет носить постоянный характер. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, депутат Государственной думы Сергей Коткин и вице-спикер собрания депутатов Максима Арбузов посадили деревья в сквере у памятника портовика. Акция «Сад памяти» на территории Ненецкого округа стартовала еще летом, но из-за нестабильной эпидемиологической обстановки не носила массовый характер. Основная цель – посадить 27 миллионов деревьев по количеству погибших в этой страшной войне. В Ненецком округе за время акции уже посажено более 100 деревьев. Уверен, что с сегодняшней акцией мы с вами положим добрую традицию для того, чтобы ежегодно в память о тех, кто в далекие годы в Великую Отечественную войну погиб, высаживать деревья. Я приглашаю всех вас присоединиться к этой акции и уверен, что мы с вами тем самым заложим добрую традицию на долгие годы вперед. И самое простое, что мы можем сделать, это посадить дерево, которое будет напоминать каждому из нас об этой трагедии, об этих людях. Так что присоединяйтесь, спасибо. Глубина не должна, так сказать, превышать. Вот это все нормально. Вячеслав Карипанов, председатель регионального общества ветеранов войны, руководит посадкой деревьев. Опыт у него огромный. А чтобы дерево прижилось, считает, надо делать это с любовью. Губернатор с ним согласен. С душой надо сажать, и тогда дерево обязательно приживется. Я думаю, мы польем, и оно точно приживется. И спустя годы будет красивая рябина здесь. К этой акции может присоединиться любой желающий. Я думаю, это не составит труда найти дерево. Даже в наших непростых условиях у нас есть питомник, где можно купить березу или рябину и посадить практически, наверное, в любом месте в городе. Можно просто у себя рядом с домом, чтобы не получать согласование от города. Если сажать в парке, нужно согласовывать. А рядом со своим домом можно посадить дерево, и каждый может это сделать. Это очень просто. Жители региона в память о родных, участниках и погибших в Великой Отечественной войне высаживали деревья на общественных территориях и рядом со своими домами. Мы очень хотели бы, чтобы эта акция была не только наших волонтеров Победы, а к ней присоединялись и власти, и жители. Вообще говорим большое спасибо и администрации, и жителям округа, потому что в период пандемии, когда нельзя было проводить массовые мероприятия, жители у себя в садах, в огородах, на участках высаживали деревья в час этой акции и отмечались на интерактивной карте, которая размещена на сайте «Сад по памяти». Сегодня в сквере посажены шесть рябин. Эти деревья привезены из питомника, расположенного под Сыктывкаром. Хорошо, что они мешковины, удобно сажать. Мешковина дает возможность влаге сохраняться, и деревья быстрее приживаются. Главная цель акции – посадить в память о погибших 27 миллионов деревьев. Инициатором акции выступает Всероссийское общество «Волонтеры Победы» и фонд поддержки полководца «Победы». Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Красная книга Ненецкого автономного округа готовится к переизданию. Пробный экземпляр уже готов. Сейчас проводятся работы по устранению неточностей и доработке обложки. К концу года книга будет издана в количестве 600 экземпляров. Александр Литкова расскажет подробнее. Особенностью нового издания о красной книге стало внесение на ее странице большего числа грибов и лишайников. А вот количество животных в ее списках уменьшилось. В первую очередь за счет исключения из книги морских млекопитающих отряда китообразных. В этом издании происходит увеличение общего количества живых существ за счет растений. То есть в основном это увеличение редких видов растений. Произошло добавление двух видов птиц. Это белая сова и турпан, если мне не ошибается. Но при этом исключили из красной книги морских млекопитающих. В основном это китообразные, все которые обитают у наших морей. И исключили некоторые виды рыб. По некоторым видам краснокнижников изменились категории. Так, например, популяция сапсана и орлана-белохвоста восстанавливается. И поэтому выведена из категории редкие. А вот совы в новом издании красной книги получили статус редких птиц. Есть какие-то определенные, скажем так, виды животных, которых количество увеличивается и, соответственно, увеличивается, ну, тоже уменьшается их категория редкости. Это все ведет к тому, что постепенно эти живые объекты могут быть исключены из списка редких. Например, это вот орлан-белохвост. У него была категория 3, стала 5. Сапсан, тоже сокол. Несмотря на то, что он как бы в целом у нас по стране достаточно редкий, но у нас в округе, в региональной, скажем так, красной книге отмечается тенденция к увеличению количества этих птиц. Это хорошо. Кроме категорий, каждый вид на страницах издания для удобства обозначен определенным цветом. Ко всем прилагается иллюстрация и карта распространения на территории региона. То есть, если в первой книге у нас было 225 таксонов, то есть туда вошли грибы, это 36 грибов, 123 растений, 66 животных, то на сегодняшний день у нас немножко претерпели изменения, скажем так, количественные. У нас 229 всего, скажем, видов, да. Из них 39 грибов уже, 130 растений и 60 животных. Процесс подготовки к переизданию прошел в несколько этапов. В течение последних лет осуществлялся мониторинг редких, находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, включенных в первое издание. Оценивались их популяция и распространение на территории региона, а также готовились иллюстрации. Красная книга – это официальный документ, который содержит свод сведений о исчезающих видах как растений, так и животных. И раз в 10 лет мы должны обновлять данные. То есть первая книга, то есть на сегодняшний день, первая книга у нас была в 2006 году, вот после многолетних, так скажем, наблюдений, мониторинга, уточнений, скажем так, данных, да, какие-то группы были выведены, то есть какие-то вновь появились, мы издаем новую «Красную книгу». Согласно контракту, который выиграла белгородская компания «Константа», «Красная книга» Ненецкого округа будет издана в количестве 600 экземпляров к концу этого года. Новое издание также будет доступно и в электронном виде на сайте Департамента природных ресурсов Ненецкого округа. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Наш следующий материал про жителя Нарьинмара, который решил выращивать в условиях Крайнего Севера овощи, зелень и даже клубнику. Причем эксперимент мужчину удался, и он даже успел собрать несколько урожаев. Но вот теперь агрономы-любители обязали снести теплицу. Почему так вышло, расскажем в следующем материале. Яблонька России, орлиный клюв и даже помидоры де Барао В теплице Евгения Евтушенко растут сразу несколько сортов томатов. Местный агроном высадил их еще в мае и уже собрал несколько урожаев. Это вот свекла растет. Это маленькую крупную повырывали потихонечку. Зато домашняя уже своя. Для выращивания овощей созданы довольно благоприятные условия. Автоматизированный полив, инфракрасное прогревание почвы, кондиционер, который помогает поддерживать нужную температуру. Все в этой теплице Евгений делал своими руками. Рассада вся покупленная здесь. У меня здесь в грядках лежит заложен теплый подогрев инфракрасный, греет почву. Огурцы, если я сейчас включу здесь отопление, можно всю зиму выращивать. Самое главное, что у меня маленький ребенок, который все это ходит, со своими сапочками там, что-то ковыряется, не сидит за планшетом, за телефоном. Он приходит, здесь поиграет, побегает и хотя бы покажет, будет видеть, что оно растет. Не на прилавке лежит, в магазине, да? А растет тот же огурец там, там, щавельта, горох. Огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец, много разной зелени и даже клубника. Сложно поверить, но все это растет на крайнем севере. Теплица героя нашего репортажа расположена на придомовой территории в одном из микрорайонов Нарьинмара. Как это часто бывает, кому-то агроном-любитель все же помешал. Несколько месяцев назад на портал «Народный контроль» стали поступать жалобы. Мол, Евгений незаконно установил на придомовой территории теплицу. Мне сказали, что кто-то из «Народного контроля» фамилию не сказать не могут. Это как бы неофициальное у них там заявление. Что это за «Народный контроль» и почему он привязался именно к моей теплице, я вот понять не могу, потому что тут у нас на этой улице сплошь и рядом есть чем заниматься помимо моей теплицы. Не знаю, чем не понравилось. Зависть, независть. Как выяснилось, некий активный гражданин решил навести в Нарьинмаре порядок и регулярно оставляет онлайн-жалобы на окружном портале «Народный контроль». Знаниями правил благоустройства этот товарищ блещет уже несколько месяцев. Вот, например, обращение от 28 июня. Прошу установить скамейку по улице Вучийского должным образом. Произвести погружение в бетонное основание ножек. Или вот еще одна довольно необычная жалоба. Прошу спилить ветки деревьев, свисающие за пределы ограждения вдоль улицы геологов. Этот же гражданин и написал жалобу на Евгения Евтушенко. В соответствии с порядком рассмотрения обращений, информация была передана в управление ЖК Ханарьинмара. Там, в свою очередь, решили выдать Евгению предписание о сносе теплицы. Правилами благоустройства на территории города, на общественных территориях, придомовых, дворовых территориях и территориях гаражных боксов запрещено самовольное размещение теплиц, сараев, гаражей, киосков и подобных построек. Отделом муниципального контроля в этом году вынесено 4 предписания в адрес владельцев теплиц, которые размещены на придомовых территориях. В документе, направленном Евгению Евтушенко, стоит срок – 31 октября этого года. Впрочем, садовод сдаваться не намерен. Мужчина руководствуется ЖК России. В нём говорится о том, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, является общим имуществом собственников жилых помещений. А, следовательно, распоряжаться этим имуществом граждане могут по своему усмотрению. Причём соседи не против того, что на их земле установлена теплица. Они даже подтвердили это подписями. У Ненецкого округа появилась своя энциклопедия. Презентация книги прошла в Окружном краеведческом музее в форме творческой встречи с главным редактором и составителем Людмилой Карипановой. Далее все подробности. Я человек досужий, люблю докапываться до всего, и получилось информации у меня много. Людмила Карипанова, автор и составитель энциклопедии Ненецкого округа, рассказывает, как работала над книгой. Идея создания энциклопедии появилась в 2014 году. Издание состоит из двух томов и включает порядка 1800 статей, речь в которых идет об истории округа, климатических условиях, животном и растительном мире, природных ресурсах региона. Все откликнулись, не было ни одного человека, который бы сказал, ой, нет, я не буду, не нужно. Наоборот. Все даже и кое-кто и предлагал материалы свои, и даже немало людей предлагали, и все это как-то надо было приводить в соответствие с энциклопедическими нормами и в соответствие с той исторической конвой, которая у нас сложилась. Энциклопедия Ненецкого округа создана на основе энциклопедического словаря, вышедшего в свет в регионе в 2000 году. Но за последние 20 лет появились новые исследования, свежие данные. Назрела необходимость выпустить обновленный труд. Энциклопедия получилась поистине народной, более 160 авторов. В подготовке книги принял участие 21 ученый. Я думаю, что у этой книги большое будущее, потому что это не просто словарь, это энциклопедия всей нашей жизни. История, география, краеведение, огромнейшее количество статей. Сотни исследователей работали над созданием этой книги. Это и библиотекари, это и архивисты, это и краеведы, ученые, исследователи. Поэтому я думаю, что у этой книги большое будущее. Создавалась она долго. И поэтому сегодня очень радостный день. Материал энциклопедии, конечно, должен использоваться, в первую очередь, для развития науки, как отправной момент. Потому что все исходные данные, которые здесь будут представлены, послужат путеводной такой звездой для будущих дополнений, исследований. А для школьников это основа для их исследовательских работ. Поэтому считаю, что энциклопедия жизненно необходима. Юрий Бездудный поздравил Людмилу Карипанову с выходом книги, поблагодарил весь творческий коллектив, который трудился над энциклопедией. Я очень рад, что в этой книге можно найти ответы на очень многие вопросы. А поверьте мне, сегодня век технологий, казалось бы, мы все ответы ищем где? В интернете чаще всего, да? Но этого нет в интернете. Это есть только в энциклопедии Нинецкого автономного округа. Депутат Государственной Думы Сергей Коткин и вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов присоединились к поздравлениям и отметили уникальность этого труда. Это колоссальный труд. Он требует огромного терпения каждого, кто в этом участвует. Потому что нервы все-таки сдают всем и люди. И всем хочется эту работу сделать быстрее. У вас все прекрасно получилось, Людмила Юрьевна, почти тысяча страниц мелкого текста с небольшим количеством иллюстраций. Это поистине техническая работа. Тираж издания – три тысячи экземпляров. В ближайшее время книга появится в образовательных учреждениях и библиотеках Нинецкого округа. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы.